денис приветствую тебя всем привет торговая сессия среды наши традиционные для этого дня недели встречи новые классические обсуждаем самое интересное на рынках снова подсвечиваем нашим подписчикам которые следят за нашим совместным контентом интересные и нечные возможности стараемся детально прессовать текущей ситуации чтобы было понимание целом о каких рыночных настроениях сейчас идет речь и что от рынка можно ожидать дальше мы с тобой традиционно проводим встречу как раз в преддверии каких-то значимых фундаментальных событий эта неделя не исключение два инфоповода серьезных это протоколы федрезерва последнего заседания американского регулятора они выйдут сегодня вечером и симпозиум джексон холли в частности нас это мероприятие интересует формате кэдлайнер встречи джерома паула который выступит в пятницу поэтому движения будут серьезными видел опять же статью который сравнивает предстоящие поступления паула с еще одним заседание как бы американского регулятора потому что после каждого заседания проходит пресс-конференция и в этот раз у нас есть возможность послушать себя джерома паула как раз по тем самым вопросом что будет с процентной ставкой будет ли она меняться как быстро в каком масштабе и так далее и заранее конечно же прежде чем перейти к анализу я уверен ты присоединишься нужно контролировать риски следить с менеджментом быть уверенными в определенном развитии событий это одно но и конечно же нельзя игнорировать сценарий при котором все может пойти не так как ожидалось дениса прежде чем перейти к демонстрации экрана я всегда задаете вопрос на на мой взгляд по самым интересным инфоповоду которая сейчас на рынке есть вот этот обвал доллара который продолжается не первую неделю мы с тобой кстати прогнозировали что это обоснованное движение со всех сторон с точки зрения технику фундамента индекс доллара уже минимум с начала этого года как ты думаешь протестируем ли 100 пунктов как психологическую планку в рамках этой недели ну смотри на самом деле сейчас в бакс да он четко как мы с тобой говорили он фактически в отвесном падении сейчас находится здесь нюанс в том что при свободном падении у него уровне идут достаточно далеко даже сейчас глядя на график этого район там где-то 130 140 вот туда поэтому насчет в течение недели конечно прогнозировать время это дело крайне неблагодарное но уровне в любом случае находится там поэтому да там с какими-то промежуточными откатами коррекциями будем туда двигаться я думаю что если даже пусть не до конца этого месяца то в течение сентября мы туда дойдем ну а плюс еще если паул все-таки не рынок будет готов к тому что ставка будет уменьшена в сентябре на заседании фрс сразу не на 0 25 0 5 процентов то туда выброс мы увидим просто железный я полностью разделяю эту точку зрения и сейчас опять же дело осталось за малым за трендом который развивается и посмотрим как далеко он заведет индекс доллара с текущих значений но распродажа прям сверх агрессивно я не думал что так вот на текущем фундаменте доллар так сильно прольют ну есть то что есть и здесь я конечно же я не жалуюсь потому что это как раз а то самое целевое направление которое было спрогнозировано здесь остается просто забирать прибыль ну что давай тогда демонстрация экрана начнем с меня так индекс доллара как уже проговорили агрессивные распродажи 101.30 уже можно сказать текущей котировки минимумы с начала января и уже тестируем минимумы конца прошлого года впереди два важных события протоколы выступления паула на симпозиуме джексон холли и протоколы выступления паула они будут объединены одной общей темы это попытка на либо возможность пролить свет на то что будет сентябре поставки хотя и без этих поводов мы прекрасно понимаем что ставку снизит насколько это хороший вопрос можем конечно же сделать отсылку на ходе watch tool именно по ставки фьючерным фондом то там процентов 30 сейчас за то чтобы вставку снизить сразу на 50 байс на пунктов но подавляющее большинство за снижение ставки на 25 байс на пункт я думаю что в конечном счете право будут а те кто считает что ставку снизить на 25 байс на пунктов но я уверен то что если после когда после симпозиума джексон холли через пару недель когда мы будем анализировать уже августовские данные по non-farm barrels если там будет крайне негативный сюрприз то тогда рынок снова заговорит о том что просто удручающая ситуация на рынке труда может выназить американский регулятор агрессивнее стимулировать экономику поддерживать каким-то образом более динамичный рост через более масштабное снижение процентной ставки в ноябре как раз почему бы нет могут согласовать сокращение ставки на 50 байс на пункт и в целом я считаю что до конца года мы можем работать сейчас смело с ожиданием того что ставку скорректирует на 100 байс пунктов что фактически предполагает что на одном из заседаний и снизит больше на 25 байс на пункт я за идеи дальнейшего снижения причем не не расстроить совершенно если будет коррекция я это также проговаривал своих брифингах это вполне нормальное явление с учетом того падения которое мы наблюдаем последнее время но инициатива все она остается продавцами и я бы уже верил визуализировал в закреплении индекса доллара ниже 101 пункта и ориентировался на вот эту психологическую планку 100 пунктов и учитывая как ну агрессивно распродают доллар по сути за считанные дни мы улетели с 102 50 до 101 30 могут конечно же дожать индекс доллара до сотки уже до конца недели но все будет зависеть от мягкости риторики джерома паула так зеркальный инструмент с индексом доллара это конечно же европейская валюта тоже много раз уже отмечалось что на фоне обвала доллара у рисковых инструментов есть несовменно конкурентное преимущество они будут пользоваться вот этой локальной поддержкой невзирая даже на национальный фон фундамента но по евро опять же можем сейчас еще с натяжкой сказать что есть и позитивный момент связаны с вероятным пересмотром перспективы именно снижение ставки европейского центрального банка вчера были данные по инфляции мы увидели рост 2 и 5 до 2 6 процентов в данном выражении это конечно же еще не тот релиз который ломает тенденцию такого дезинфляционного процесса еврозоне но все равно приятно видеть сохраняющие сон и риски особенно тем кто считает что и цб не будет прям агрессивно смягчать экономическую политику в этом году моя точка зрения то что в сентябре и цб решит все-таки сохранить ставку взять паузу и подождать за развитием событий затем чтобы дальше с инфляцией не вмешиваясь политику не корректирую процентную ставку поэтому здесь попутный ветер только лишь вверх движение на север отметка 112 я прям об этом не сомневаюсь и скорее всего так если взят на долгосрок мы проведем остаток этого года где-то в диапазоне 1 12-1 15 по евро и к этим значениям уже нужно привыкать так и что касается рынка драгоценных металлов золото очень хороший вопрос я думаю что многих трейдеров интересует тему что будет с золотом дальше то что мы уже находимся на исторических максимумах найдут ли силы купателей чтобы рвануть еще выше однозначно можно сказать что в текущих условиях если полагаться на общий глобальный новостной фон фундаментально может быть технической точки зрения тоже у тебя есть какие-нибудь интересные паттерны уровне ты поскажешь и конечно же но с точки зрения фундаментального фона я за идею того что при падающем долларе и при очевидном снижении доходности американских облигаций эта тенденция точно продолжится дальше у продавцов не так уж и много шансов чтобы прямо основательно перехватить инициативу вернуть золото там к развитию нисходящего тренда поэтому даже несмотря на то что золото сейчас находится на исторических максимумах я бы все-таки рискнул предположить что мы можем увидеть дальше более круглые значения два пятьсот пятьдесят два шестьсот и также эту идею поддерживать сантимент за которыми я традиционно рекомендую наблюдать общее позиционирование рынка на то что толпа все еще остается в коротких позициях видимо не достаточно был рост последние дни чтобы полностью вынести тех трейдеров которые уже долгое время сидят просадки и для того чтобы это произошло видимо рынку нужно более мощное импульсное движение поэтому на протоколах ну ладно скажу так что скорее всего на выступление павла в пятницу есть высокая вероятность обновления новых исторических максимумов и это как бы моя основная рекомендация так денис вот на этих инструментах останавливаешь давай слово тебе передают на так хорошо тем более давние тоже есть что сказать значит делаю показ так супер экранчик видно значит по индексу доллара ну мы с тобой уже в самом начале нашего брифинга немножко проговорили этот момент поэтому покажу вот чисто технически как выглядят у нас уровни почему они именно там взяты то есть если просмотреть например левее то четко видно у нас есть уровень 1 здесь вот 2 то есть это я бы сказал даже это не то чтобы прям такие глобально стратегические но все-таки поддержка весьма значимая она тем более очень хорошо видна будет на дневном графике то есть вот у нас такой диапазончик в котором цена уже раз два три трижды отскакивала то есть даже если там не вы какой-то глобальный сделан скок то все равно локально хотя бы локально отсюда мы можем реакцию видеть потом уже конечно уровень вот он 99 20 поэтому если все это вместе совместить на графике то получается у нас да продолжение сходящего тренда четко как говорили на прошлом брифинге и сейчас вот ориентируемся в район вот сто тридцать сто сорок с копейками поэтому я думаю что сюда мы придем даже я в этом уверен что сюда дойдем и после этого уже будем смотреть на какую-нибудь вероятность сколько можно там с обновлением минимум может даже без него и потом уже можем говорить о том что локально там как-то отскочить могут но опять-таки это так чисто гипотетически сейчас для сколько потому что все таки диапазоны значимы еще раз повторю трижды получается три раза мы от него уже отскакивали поэтому хотя бы локально четвертый раз тоже отскочить можем предыдущие уровни которые даже цена после импульса вот четкий импульс сделали то тоже при отскоке даже вот так вот показать то при отскоке подходили к предыдущим экстремумом которые импульсом пробивались то есть это был вот здесь вот раз вот здесь вот два и здесь получается на диапазончик то есть вот он такой вот небольшой совсем диапазон и я думаю что именно к нему на отскок так вот лучше видно вот к нему на отскок мы в итоге и придем но перед этим с большей долей вероятности дабой вниз естественно никто не отменяет то есть такие внутренние коррекции они могут быть то есть может там немножко сейчас откорректироваться у нас есть вот звонка продавцов вот здесь звонка продавцов где-то в эту область если если будет коррекция то потом все равно дабой вниз поэтому Ну да, рассматривать какие-то стратегические сейчас покупки по индексу доллара, ну как лично по мне, то не совсем целесообразно. Если я не буду, то это чисто коррекционное движение. Точно так же, как это было на прошлой неделе. Вот я еще на открытом канале давал анализ, то есть зонка продавцов, общая область накопления была, у нас сделана цена вот откорректировалась, красиво ударила и улетела вниз. Ну супер. По евро, соответственно, у нас противовес, движение вверх у нас приоритетно. Сейчас мы находимся в районе двойной маржинальной зоны, где она у нас, также уточняющего экстремума, здесь у нас полуторная зона, и при этом вверху, вот выше у нас по опционам достаточно сильное накопление. Точнее, даже не накопление, а сопротивление. Поэтому у меня лично впечатление, что с учетом данной кумулятивной дельты, у нас сейчас все-таки рынок подрастает, а кумулятиво уже видно сильно вниз падает снова, с начала этой недели. Поэтому я думаю, что мы добьем выше, где-нибудь там 1.1150-1.70, приблизительно туда. И потом уже оттуда можем уйти на коррекцию. То есть, в принципе, неплохо коррелируется с тем, что у нас есть по индексу доллара, только с разницей по волатильности этих инструментов. Потому что все-таки цена, ну весьма существенное расстояние вверх прошла, без какой-либо прям глубокой коррекции. Ну и плюс там уровни тоже весьма значимые, стратегические у нас есть. Поэтому, как по мне, не хватает еще выброса для того, чтобы сформировать полноценную кульминацию. Ну и кумулятивная дельта у нас при росте постоянно падающая. То есть, это означает, что да, и частично фиксируют покупки, но при этом также подогревают рост у нас лимитными покупками. Вот, соответственно, то есть лимитные покупки у нас проходят по бидам. Цену подталкивают выше. Ну а по опционам вот четкое у нас соотношение в районе где-то даже 11.70. Вот там вот прям очень красиво это видно. Так что да, рост у нас, я думаю, в ближайшее время пока что продолжится. Что касается фунта. По фунту ситуация аналогичная. Здесь залили красивый хедж. Плюс кумулятивы у нас сейчас достаточно агрессивно падающие. То есть, если посмотреть на начале роста, она у нас была тоже растущая. И потом по мере роста пошла раскорреляция. Классическая абсолютно ситуация. То есть, сначала ниже, ниже, ниже. И сейчас тоже, видите, получается такая перехай вроде как бы вчера и сделали. Ну, во-первых, это был ложняк совсем такой слабый. Там меньше 10 пунктов даже. Но при этом кумулятива еще ниже улетела. Это признак того, что с огромной вероятностью у нас был сделан перехай. Вопрос в том, куда. Я вот просматриваю. Ну, есть там цели, да, но они вообще находятся на 1.32. То есть, кажется, как бы, ну, вроде как и расстояние еще не маленькое. Поэтому здесь сложно сказать. Либо пойдут с текущих сразу добивать на 1.32. Или сделают еще какую-нибудь ложняк, а там потом будем смотреть. Но в целом, пока что я ориентируюсь где-то 31.5. И там в процессе будем уточнять. Потому что, опять-таки, вот такие внутренние коррекции какие-то. Все это может быть. Даже если попытаются глубокую коррекцию сделать, у нас внизу вот четко виден хедж 1.28.90. То есть, те уровни, которые потихоньку начнут защищать. Даже по маржиналкам. Если раскидывать, 1.2 тоже сюда попадает. Но это при условии, если не будет обновлен максимум. Поэтому пока что лучше всего работать по тренду. Если там даже локальную коррекцию сделают, это абсолютно никак не меняет ситуацию. Объем повышенный вчера здесь был на часовом графике. То есть, он уже означал, что потихонечку фиксации здесь начинают проходить. То есть, вот если посмотреть, повышенный объем на протяжении всего роста, который был сделан еще с 1.26.65, то этот объем был самый крупный. Но реакции он никакой не дал. То есть, соответственно, говорить о том, что это у нас кульминация, пока что будет немножко преждевременно. Поэтому основная цель там где-нибудь 31.50 к стратегическому уровню. А в процессе будем уже уточнять, есть какие-то промежуточные коррекции будут сделаны. Ну и касательно золота, здесь я с тобой полностью согласен. Мы сейчас подошли фактически к промежуточному уровню. То есть, это не прямо такой уж существенно значимый. Внизу хеджи просто сумасшедшие заливают у нас вот раз диапазон, два диапазона. До второго, я думаю, не дойдем. До первого тоже пока что не факт. А вверху по целям у нас есть и дальние цели. Они пока далековато все-таки находятся. А в ближайшем районе 2570. Поэтому я бы показал пока рост к верхней границе восходящего канала. Это канал, который построен у нас по последним значимым экстремумам. Если даже у нас сейчас роста не состоится, цена просто провалит вниз, это не меняет ситуацию. Тогда просто откуп будет делаться от контрактного депока. Поэтому, черт говорю, существенную ситуацию не меняют. Я лично покупать точно не буду. По одной простой причине нужна коррекция. То есть, если коррекцию какую-нибудь значимую, хорошую для нас дадут, да, тогда мы будем уже смотреть на откуп. Потому что те объемы, которые, например, заходили у нас на прошлой неделе, то есть, это весьма значимые объемы. Я еще думал, возможно, дадут кульминацию. Это был уровень 2497. Думал, отсюда могут дать кульминацию, но нет. Легкая такая вот коррекция и потом проталкивание. При таком рассаде, как правило, если даже цена в дальнейшем касается вот этой области накопления, все равно потом отстреливают выше. Поэтому я бы пока продажи золота не смотрел. Особенно в преддверии, как уже правильно говорил, Джексон Холла в пятницу и плюс еще и макроэкономические статистики по Штатам, то лучше пока вот то, что касается покупок индекса доллара, с этим пока не шутить. Потому что может закончиться печально. Особенно учитывая то, что Джексон Холл все-таки длится у нас не один день. Часть риторик попадет у нас на выходные. И в понедельник рынок тоже какими-то определенными гэпами может у нас открыться. Поэтому, еще раз говорю, лучше не рисковать. 2570 – это уровень, который по золоту у нас есть тоже такой значимый ближайший. Туда вполне реально могут добить. Еще раз говорю, если даже дадут внутреннюю коррекцию, там пройдут ниже, то не стоит прям вот спешить с продажами. Не стоит. Потому что это, скорее всего, будет коррекционное движение. И потом снова вверх рост. То есть это будет просто возможность для новых покупок. Точно так же, как и по фунту, да и, собственно, по евро в том числе. Денис, спасибо тебе за развернутый анализ. В данном случае мы с тобой разделяем точку зрения того, что тенденция для роста рисковых инструментов продолжится. Ну и золото, оно не относится, конечно, к теории рисковых активов, хотя не знаю, как посмотреть. Но сейчас уже демонстрирует точно такую же динамику, как и рисковые инструменты по причине оппала американского доллара. Ждем протоколы, выступления Паула. И, конечно же, подытожим, все разберем с тобой на следующей неделе. Как и всегда будет о чем поговорить. Денис, спасибо тебе еще раз. И хорошего закрытия недели тебе и нашим подписчикам. До скорой встречи. Спасибо тебе тоже за мнение. И успехов и перебыли к всем нам. Согласен. Пока. Пока-пока.